Менца и Сына, славя Духа, дорогие братья и сестры, сегодня воскресный день после крестовоздвижения. В этот день Святая Церковь читает особое евангельское чтение, в котором есть такие слова, что те, кто желают спастись, должны отвергнуться себя, взять крест свой и следовать. Господь говорит, следуйте за мной. Вот эта заповедь, которую Господь дал всем христианам, она как нельзя лучше выразилась в служении Александра Васильевича Суворова. Потому что его воинский долг, воинское служение, оно как раз выражалось в том, что вообще служение любого воина, и в том числе и, конечно, даже генерализмуса, заключается в том, что надо в каком-то смысле действительно отвергнуться себя. Потому что Александр Васильевич, и не только он, ну, например, и Ушаков тоже, да, то есть это были люди, которые, в общем-то, были даже, можно сказать, лишены семейной жизни. Ну, Ушаков, он просто был безбрачным, да, Александр Васильевич, как мы знаем, много, так сказать, пострадал, претерпел на этом пути семейным своем, и в конце концов, в общем, фактически он тоже оказался таким безбрачным человеком. То есть вот это отвержение себя, своих интересов и полное погружение тому делу, которое угодно Богу, а мы понимаем с вами, что защита Отечества, это, конечно, такое дело, угодное Богу. Вот Александр Васильевич следовал этой божественной заповеди. Ну, и крест, который он нес, да, это тоже, мы с вами понимаем, даже вот это его страдания в семейной жизни, проблемы в семейной жизни, это тоже определенный крест. Не говоря уже о том, что вся, весь образ его жизни, такой, можно сказать, аскетический, далекий от каких-то таких сиборитских наклонностей, он тоже говорит в пользу того, что Александр Васильевич был, ну, таким аскетом. Поэтому, когда, вот, иногда обращают внимание на то, что вот, когда он был в селе Кончанском, то он подал прошение императору о том, чтобы уйти в монастырь. И это, как бы, представляет так, как это некое, что ли, противоречие тому образу жизни, который был до этого. На самом деле, на мой взгляд, это не только не противоречие, а это, как бы, даже, можно сказать, прямое продолжение вот того образа жизни, который вел Суворов, будучи военным. Ведь что такое, собственно, монашество? Монашество – это принятие нескольких, что ли, заветов, да. Первое – это послушание, и мы с вами понимаем, что любой военный человек, он, конечно, находится в таком очень жестком послушании. И даже, если он генералиссимус, он тоже был в послушании у императора Павла, да, в данном случае. Вот, поэтому послушание – это, ну, лучше даже сказать, дисциплина. Тут прямо скажем, что это не совсем послушание, но это дисциплина, это одно из условий нормальных, как бы, военных действий. Второе – это аскеза, ну, то есть пост, да, пост. И мы тут тоже с вами понимаем, что военные условия, походные условия, они тоже создают определенное ограничение. Понятно, что можно, конечно, как это было у, скажем, у французских генералов, с собой там везти какие-то серебряные сервизы и готовить еду тоже какую-то изысканную. Вот, но Суворов, как мы знаем, он отличался вот аскезой во всем, в том числе и в той пище. Даже известно, что даже когда он был на приеме у императрицы, то ему как-то готовили даже какую-то там кашу специально, которую, конечно, никто, кроме него, наверное, в императарских покоях не ел. И не только кашу, да, но и, насколько я помню, был какой-то эпизод, когда ему готовили, ну, то есть ложи, чтобы он там где-то ночевал, да, и по приказу императрицы ему принесли вот именно соломы для того, чтобы он лежал не на каких-то там перинах, да, в таком именно, в привычном ему солдатском состоянии. Молитва, да, ну, что касается молитвности Александра Васильевича, то мы с вами знаем, что он не начинал ни одного дела без молитвы, обращенной к Богу. Поэтому его победы, это прежде всего ответ на его молитвы, которые он произносил перед началом сражения. Поэтому и тут мы понимаем, что его образ жизни, он очень похож на образ жизни монашествующего. Так что здесь нет такого противоречия. Конечно, можно сказать, что не все так относились, не все, наверное, военные, тем более военные начальники, так относились к своему положению. Ну, так сказать, про французских генералов я уже вам упомянул, но такое, наверное, было и не только у французских генералов, но и вообще. Каждый человек на своем месте, он может как бы следовать тем заповедям, которые, или тем принципам, которые он положил, или не следовать. Я сейчас вспоминаю, тут какое-то время тому назад был один военный с СВО, который там на передовой находился, и вот он получил отпуск. Ну и, в общем, было такое, он исповедовался, и, в общем, во всяких там грехах, там, и пьянство, и блуд, и все прочее, потому что он, как я понимаю, я человек не военный, но мне понятно, что когда человек находится на грани жизни и смерти, и когда это все в таком напряжении нервном, и когда это продолжается, там, месяцы, если даже не годы, то понятно, что уже, как бы, человек слетает с катушек, и поэтому он, используя ту, так сказать, свободу, которую он предоставляет, он ее может обратить, как в данном случае, ну, во вред, духовный вред себе. Так что именно важно, какая установка у человека. Если человек имеет закон Божий в душе, то он тогда, как вот Александр Васильевич, несмотря на свое воинское служение, даже не то, что несмотря, а наоборот, именно благодаря своему воинскому служению, он был фактически почти как, так сказать, монах. Вот. А если человек не хочет, то он, как бы, найдет, как говорится, пес возвращается на Болевотину свою, да, как его евангельские слова такие мы знаем. Вот. Поэтому мы видим с вами, что Александр Васильевич, он, вот, в силу своего особого духовного строения, он даже и воинскую службу нес, как такой монашеский подвиг. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что вот не так давно, по-моему, недели две, наверное, тому назад, или три, когда праздновали имени... ну, не именина, а память святого Александра Невского, то в Александровской лавре оказались в этот момент и святейший патриарх Кирилл, и глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, и они посетили могилу Суворова. Ну, об этом даже говорилось в печати. Вот. И я так думаю, что, конечно, о чем говорили патриарх с президентом, я думаю, что о возможности канонизации Александра Васильевича Суворова, так я, по крайней мере, предполагаю. Вот. И поэтому мы видим с вами, что вот какой-то процесс идет. Мы на поверхности не видим это, что там происходит. Вот. А внутри там, наверное, идут какие-то вот согласования, размышления. Вот. На мой-то взгляд, конечно, сейчас самое, может быть, благоприятное время для представления Суворова, пока мы с поляками еще не, это самое, не обнимаемся. Вот. Я так думаю. Поэтому будем с вами молиться, продолжать нашу молитву и дальше, вот, для того, чтобы Александр Васильевич был прославлен в лике святых Русской Православной Церкви. Еще хочу обратить ваше внимание на то, что 24 ноября, ну, это еще довольно долго, но нам ждать, да, два месяца, но все-таки обратить внимание, что это престольный праздник нашего храма и день рождения Александра Васильевича Суворова. И к тому же это последнее воскресенье ноября. Так что здесь все совпало. Вот. И тут последнее воскресенье ноября, мы, ну, последнее воскресенье месяце, мы с вами совершаем вот такую панихиду. 24 ноября, вот, я не знаю, что будет, потому что мы пригласили служить Божественную Литургию Митрополита Воскресенского Григория. Вот. Вот. И если это будет так, если все-таки он будет служить, то тогда будет какая-то, наверное, там трапеза с ним общения. И я, честно говоря, не очень хорошо понимаю, собственно, даже хочу с вами посоветоваться, как нам быть, потому что обычно в этот день раньше мы просто служили Литию после окончания Божественной Литургии. Вот. И Литию память Суворова я имею в виду. Вот. И тут, конечно, все зависит от архиерейской воли, да, как быть в этом случае. Но понятно, что немножко неудобно получается в два часа служить вот эту панихиду. Если архиерея не будет, то это удобно. А если он будет, то это как-то получается немножко... То есть надо будет прерывать торжество, идти, так сказать, служить панихиду. Не знаю, насколько это уместно. И вообще, конечно, было бы замечательно, если бы мы эту панихиду послужили с вами сразу после окончания Божественной Литургии. Я, кстати, по этому поводу вас всех приглашаю на наш престольный праздник 24 ноября. Запомните, это воскресный день, кстати говоря. Это воскресенье. Вот. Поэтому приглашаю всех. Я бы предложил Владыке именно совершить, чтобы он как... Он, я думаю, тоже не против помолиться об Александре Васильевиче. Вот. Чтобы он совершил либо панихиду, ну, либо, если ему будет тяжело, там, может быть, просто Литию. Да, потому что такой день особенный. Вот. Вот. И приглашаю всех вас тоже принять участие в этом богослужении, и в том числе Божественной Литургии. Вот. То есть, я думаю, что, скорее всего, мы постараемся совершить это богослужение сразу после Божественной Литургии. Вот. Ну, на этом я заканчиваю. Храни вас Господь. Спасибо, что вы выделили время и пришли помолиться о нашем православном полководце. Спасибо, Господи. Спасибо.